Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топик Геймс. И, как говорится, мы идем на месть базы Выжившего. Итак, мы... Это база Колер. Или Ко-лер. Короче, мой английский не идеален. Поэтому мы отправляемся сюда. И думаю, что... Вы сразу же зададите вопрос. Почему ты, Михалыч, не показал, что украли? И как бы, что у тебя разнесли? Проблема с вот таким значком, что появляется в правом верхнем углу. Там рассоединение с сервером, потеря сервера, потеря соединения с сервером. Что-то вот такое никуда не исчезло. Поэтому, ребят, я буквально на секунду смог увидеть, что украли. Там был калаш, эммочка и всякие ресурсы. Поэтому, ребят, в данный момент мы идем на месть базы Выжившего. И будем как-то бороться с этой проблемкой, которая появляется. И я так понимаю, что в дальнейшем ее исправят. Ну, будем надеяться, конечно же. Так, пришли мы на базу. И вот сейчас как раз должен появиться этот значок рассоединения с сервером. Мы видим вообще шикарную базу, которая обнесена досками. В принципе, первого левела, ребят, у нас есть. Здесь стена и второго в основном. Так, что мы здесь имеем? Опа, смотрите, здесь сразу же голова и ведьмы, и слепого охотника. Парень, в принципе, время не тратил. Давайте посмотрим. Так, тут есть и кислотная ванна, которая практически собрана. И в пикапе. Ох, и в пикапе даже, ребят, катана. Ну, наверное, в Чопере тоже что-то должно быть. Так, ну что? Ах, Чопер пустой. Опа, растяжка, ребят. Так, верхняя сторона, левая вообще, теперь мне недоступна. Все зомбятинки, которые, если бы я срубил где-то вверху, вот здесь, и продолжая туда вверх стену, то все зомбятинки, которые появлялись с другой стороны, пробегали бы сквозь ловушку и просто все. Это база фиаско. Это бы не рейд был, а фиаско. Поэтому, ребят, турель сразу мы видим, где-то там выделялась. Пока что она по мне не стреляет. Но мы будем ломать стены, крушить и смотреть, что же. Да ладно, за стеной стена. Конечно, неудивительно. Где же турель? Опа, 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 начала садить вот за этой стеной у нас турель. Ну, знаю, что если мы сюда зарубимся, турель всегда должна охранять. Хороший лод, не правда ли? Ох, 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 ребят, так здесь турели, как на турелевом заводе, турели также повышают шум. Блин, ну что, убиваем их кулаком или катаной? Давайте все-таки возьмем катанку, в принципе. И будем... Блин, вот это, конечно, я нашумел. Нашумел, и теперь зомбятинка прибежала. Ну, ничего, мы сейчас их зарежем. Катанка. Все-таки есть зомби, которые пробегают по ловушке. Ребят, это очень печально, очень печально. База, конечно, шикардос. Там-то ловушка сделана на славу. Ну что, давайте катаной с помощью катаны все-таки обезвредим эту турель. И понимаем, что там ловушка, тут турель. Блин, все очень печально. Хорош. Вот это, конечно, смотрите, две первого левела турелей и второго левела турель. Парень, конечно, заморочился насчет турелей. И мы, ребят, продолжаем колбасить эти турели с помощью катаны. Хорошо, что они, конечно, стоят вот таком вот, я не знаю, вот таким вот образом. Если бы они стояли так, чтобы стреляли на 360, радиус обзора их был 360, то мне пришлось бы очень не сладко. Подойти к турелям было бы невозможно. Поэтому, я думаю, если поставить их так, чтобы они, вот видите, радиус, чтобы они смотрели друг на дружку, то, в принципе, обстреливали бы весь 360 градусов периметр. Ну, а мы сейчас быстренько сломаем это все руками и продолжим. Ну, что, ребят, вот и получилось то, что случилось. Получается, что я сломал турель кулаками. Можно было бы вообще все турели ломать кулаками. Итак, ну что, сюда будем взрывать или давайте вот просто посрединке вот здесь бабахнем. Посмотрим, что выйдет. Не нужно не забывать про тех зомби, которые сквозь ловушечку бегут. О, да, детка, то, что, конечно, бы не хотелось не увидеть ни на одном рейде. Это, ребят, походу, очень печальная история. Нет истории печальнее на свете, чем буферная зона на рейде. И здесь всего лишь одна... О, смотрите, 53 шума, ну, 60 это когда я сломал. Во, видите, пробежал. 4 шума наносит, когда зомбятинка пробегает сквозь ловушечку. Поэтому, блин, ребят, 4 шума, 2 зомби пробежало, это уже минус 1 открытый ящик. О, хо, 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 ну, ребят, хоть единственное, что я увидел, и я уже хоть поплескал в ладоши, и уже не зря я сюда пришел. Хоть брони-то наберем. Хоть и такая буферная, конечно, получилась у нас база. Но, тем не менее, нашел я ящик, в котором реально достойный лут. И если ничего другого не найду, то буду доволен, доволен и этим. Как говорится, нужно довольствоваться тем, что находишь. Поэтому броня спецвойска никогда не была у меня в списке не крутого лута. Что, взорвать еще раз, вы сказали? Ах, блин, была не была, взрываем или не взрываем. Давайте вот три шума нанесем. Всего лишь три. Опа, ребят, еще один ящик. И давайте, я так понимаю, что близится то время, тот момент, когда вот приду я и могу просто так вот взрывом закончить рейд. Потому что громила, плюс вот эта ловушка, плюс все одно к другому. И можем просто закончить рейд на том, что мы начали. В связи с тем, что шум просто поднимется, неимоверный. Так что я вот так вот сделаю. Тоже слиться об коле, пойти на базу и спасти еще один сет спецвойск. Можно было бы, если бы не вот эта ошибка с рассоединением сервера. Вообще, конечно, очень трудно играть с этой фигней. Нужно каждый раз заходить. Я вот, когда появляется этот значок, быстро захожу, нажимаю поддержка и выхожу. Тогда у меня все становится на, ну как, нормально. Я могу продолжать играть. Но это же не решение проблемы, правда ли? Ну вот, ребят. Поэтому, ребят, я забиваю все, что у меня есть свободный инвентарь. Естественно, и надену на себя тоже я этот спецвойск бронь. То есть, беру по максимуму то, что можно. Топорчик у меня есть, в принципе. Одеваем тоже мой спецвойск. Я понимаю, что на мне тоже спецвойск был, а я на прошлом рейде притащил. Но вариантов немного. Сейчас прибежит. И, по-моему, можно даже уже закончить этот рейд. Вот, блин, ну 50, я вам скажу, 50 пружин, это совсем неплохо. И, смотрите, 74 сейчас должен подняться шум. Потому что зомбятинка, вот тот толстячок должен где-то пробежаться. О, смотрите, этот раз не пробежались толстячки. Они все были на правом фланге. И получается, что у меня все чинно-благородно. И мне дают шанс открыть еще один ящик, а может быть даже два. Вот взрывать, конечно, я не знаю. Если вот три шума поднимают, там сундука нету, то взрывать. Да ладно, тут и так сундуков хватает. Я понимаю, что там внутри будет еще больше сундуков. Но, ууу, еще бронь спецвойск и еще больше, блин, соблазнительности забрать это все к себе на базу. Давайте торс и штанину возьмем. Ну, а что делать-то? Муравью же не приделать. Ну, давайте рубиться дальше. Я понимаю, что этот антирейт может закончиться вот таким вот лутом. Мне нужно также выбежать отсюда, как только наберу 100 шума. Потому что, потому, ребят, громила он очень сильно любит обнимашки. Кто-то написал, Михалыч, ты не любишь обнимашки? О, боже. Ну, я, ребят, люблю обнимашки, но не с вот такими толстяками, которые, в принципе, очень и очень... Опа, а там уже пусто. Выросла капуста. И мы можем сюда зарубиться, да? Ну, я понимаю, что сейчас просто я подниму максимальное количество шума. Делать что-то, что-либо я не очень сильно горю желанием. Давайте возьмем шлемочок. Да, ребят? Вот так вот это все произойдет. Что у меня? Ну, в принципе, другого варианта у меня нет. Почему мне... Так, шлем взяли. Практически, практически, я в целом... Давайте еще целее наденем части сета. Практически, вот, я набрал просто кучу спецвойск брони. И если вместо пружин я возьму... Пружин у меня предостаточно, ребят. Хотя, какого хрена? Пружины пускай будут. Они лишними никогда не бывают, ребят. Я, наверное, буду уходить. Хотя, можно вот зарядить С4 и посмотреть хотя бы, что там внутри. Или вот попробовать... Ну, зайти сюда. Но, ребят, то, что, говорится, нужно... О, давайте посмотрим, что вот в этом ящике. Хотя бы посмотрим. Я понимаю, что ради этого нужно будет пожертвовать каким-то из моих частей лута. То есть, нужно будет сейчас топор взять и возвратиться сюда в узкий календор. Мне будет очень и очень тяжело. Поэтому, ребят, я возьму и просто почекаю. Что же вот здесь за лут? Поднимаешь... Понимаю, что сейчас я подниму максимальное количество разрушителей. Вот, совсем неплохо, ребят. Совсем неплохо. Всё, ребят, я ухожу. В принципе, доволен рейдом этим. На все, ну, не на 100%, а на 90% я удовлетворил свои антирейд требования. То есть, теперь я отомстил. Я думаю, эта месть прошла отлично. И вот база колер. В принципе, всё хорошо. Мы уходим на свою базу. Она должна исчезнуть. Вот, как раз рассоединение. Нажимаем поддержку. Назад. И вы смотрите, что эта фигня просто исчезает. Не знаю, с чем это связано, ребят. И как долго оно будет продолжаться, я не знаю. Ну, пока что пробую. Всякие варианты решения такой проблемы. Но пока что только вот такое. Вот такое вот решение. Всем, ребят, спасибо за просмотры. Не забывайте ставить лайкосики. И подписываться на канал. Если этого вы ещё, конечно, не сделали. Пока-пока. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok